еще понедельник в следующем месте у нас будет по два вебинара поэтому скорее всего это будет 10 числа насколько я помню алексей ставил и там через две недельки еще но это связано с тем что сокращаются определенные бюджеты мы выходим на 15 этап новостей возможно будет больше возможно будет меньше но в общем то компания приняла решение вот спести до двух вебинаров вот но посмотрим как там будет двигаться дальше итак дорогие друзья философия компании актуальные новости проекта как всегда меня зовут олег тарасов я являюсь партнером инвестором мастером вот региональным спикером республики беларусь и как всегда я вам рассказываю про осталось как говорится выучить как мантру да но всякий раз все равно глаза опускаются на экран поэтому философия такова транспорт должен быть решением широкого круга проблема них источником наша система предусматривает перевозку пассажиров и грузов в отдельном пространстве в воздухе над поверхностью земли да анатолий эдуардович сформулировал эту философию и мы очень эффективно развиваемся в этом направлении удивляем скажем так новых партнеров мы удивляем новых инвесторов что это все работает это все улучшается и выходит на вышло уже точнее выше на уже на коммерциализацию проекта вот поэтому все больше и больше делегаций как говорится не уменьшается а все больше и больше увеличивается до разные люди приезжают уважаемые которые могут повлиять на тот или другой регион в котором они являются руководящим звеном вот поэтому конечно же данный транспорт безопасен доступен адаптивен экологичен и энергоэффективен вот поэтому вот это вот видео как говорится кадр из видео когда мы катались конечно же уже все это действует и сейчас мы несомненно ждем трассу который будет уже на два с половиной километра и которая позволит нам всем кто особенно попадет на экофестиваль в шарже насколько мне известно его перенесли на все-таки осень потому что сейчас жара и немногие люди могут выдержать такую жару поэтому вот к осени должно там уже все конечно работать двигаться и думаю может быть еще будет и вторая трасса заработает вот но давайте какие же сейчас у нас там новости тестовый трек 4 значит сейчас происходит монтаж головки рельса вы знаете параллельно 25 местный юний бус туда вот и сейчас вот это вот трасса который я вам уже показывал рассказывал как она действительно смотрится грандиозно вот это вот струна которая в общем то это весит 300 тонн подняли очень быстро успешно не очень много людей было и недорого потому что анатолий эдуардович все сделал максимально скажем так просто и и дешево скажем тогда при том что не затрагивал сложную технику вы видели мы все это все наблюдали вот и поэтому сейчас делается такой скажем так один из завершающих этапов это монтаж головки рельса но при этом это одно из самых важных тоже скажем так уже мероприятий потому что именно вот этот процесс скачения у это действительно стального колеса по вот этой головки рельса это очень и очень важный процесс и данные процессы они уже сотни лет изучаются как что чего и так далее и как вот в этой статье написано возможно вы удивитесь это один из самых разрушительных процессов потому что циклическое нагружение дорожки колесом буквально выгрызает частицы стали что в конце что в конечном итоге приводит к полному разрушению головки рельса настоящее время юскай транспорт устанавливает головку рельса уникальной конструкции позволяющие свести к минимуму износ и шум и обеспечит срок службы до 100 лет представляете 100 лет поэтому вот это вот это очень важный процесс вот такие мы видим катушки до которые уже будут одеваться на вот эти на стальные тросы и видите как это все выглядит конечно как как это все сколько это всего делается сколько это было продумано придумано это вот но просто диву даешься как действительно все это антон дарыч все продумал и сделал его сейчас это действительно уже воплощается вот мы можем лицезреть на этих фотографиях ну в общем так это фотографии вот значит сочетание закаленных стали с оптимальным распределением нагрузки от колес позволило добиться гарантированной надежности при 100 миллионах циклов нагрузки представляете сколько было испытаний 100 миллионов циклов нагрузки ну что и равно столетнему сроку на службы элементов транспортных путепроводов используя современных композитов компаундов и заполнительный в свою очередь снизила воздействие вибрационных ударных нагрузок при проезде юпот и что позволило также снизить уровень шума вот поэтому как я вам говорил уже что когда мы катались мариной горки это одно да когда мы уже поехали в эмиратах это вообще совершенно уже другое да и сейчас анатолий дар еще усовершенствует вот это вот и поэтому я думаю практически мы не будем слышать вот как и даже у нас метро кто в минске живет знает есть 1 2 ветка особенно 1 на очень шумно невозможно разговаривать просто все заглушает шум движения и третья ветка где практически уже вот новые композитные материалы определенные шпалы там возможно да другие другой рельс и уже совершенно по-другому движется вот этот вот уже новый транспорт также и юскай сейчас идет транспорт уже пятого поколения поэтому конечно же здесь мы с вами будем наблюдать совсем другие технологии и совсем другое вообще движение по данному участку дороги напомню что здесь скорость будет 150 километров в час вот но здесь можете поставить десяточки вот все движется все развивается я думаю что конечно же ну лето пролетит быстро и уже в сентябре в октябре скорее всего уже люди которые попадут на экофест в дубай они смогут это все уже рассказать и показать надеюсь что мы там с алексеем тоже будем ну и конечно же зовем всех потому что есть возможность туда попасть ну и нужно нужно там быть конечно же вот но сейчас еще вам расскажу тоже вышла такая статья называется бюро функциональная системного анализа весомый вклад безопасность транспорта юристы действительно очень много в юст и всяких подразделений и вот одно из подразделений которые возглавляет алексей каханович она занимается определением потенциальных рисков формирования технических требований к и не мобилям и ставлением алгоритмов работы систем транспорта юристы вот в частности сказано что так как потому что для самолетов для кораблей для поездов не применимы транспортным структурную ну вот эти вот нормативы для юристы поэтому готовых решений для юни мобилей нет поэтому в данном бюро сформулировали эти требования самостоятельно соответственно проработка четких требований для транспорта юристы значительно упрощает процесс и экономит ресурсы неправильно выбраны на каких-то ранних этапах способ реализации приведет к излишним затратам ну и вы понимаете что недавно кстати тоже хочу сказать что ехали вот на метро на новом да вот это который третья или на второй ветке но на и он так его вибрировала вот я тоже не понял что там случилось такой но довольно неприятные ощущения поэтому если что-то подобное какие-то вибрации либо что-то случится в юст и тут уже конечно будет уже шума очень много но я вам хочу сказать что продвижение идет и вот один из вариантов как сказано что в общественном транспорте допустим я нашел очень много картинок люди сейчас с телефонами легко фотографируют но вот видите парня зажало тут наушниках не обратил внимание вот ему под пытаются помочь но он бедненький вот видите кричит но надеюсь что ему помогли и не было сильной травмы но вот в общественном транспорте часто зажимают у ноги то вот видите голову и так далее до юнимобилях это исключено благодаря датчиком размещенным по всей высоте проема вот ну и так же вот начальник данного бюро заказа говорит что результат работы нашего бюро заключается не только в повышении безопасности управление рисками дает и экономический эффект ведь чем раньше мы обнаружим проблему найдем способа и решения тем меньше денег потратится на ее исправление в дальнейшем ну как говорится не будет вот этого вот шума что ой 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 что там случилось так далее поэтому конечно же может быть мы идем не стою не с той скоростью с которой вообще все большинство скажем так инвесторов которые особенно редко смотрят новости не посещают наши вебинары в общем-то хотят давай давай быстрей но спешку нужно при ловле блох да а здесь нужно все довести до скажем так совершенство и такой уже скажем так вариант как это можно попробовать по-другому уже не пройдет поэтому все делается на скажем так она совесть все делается капитально и видите сколько бюро сколько разных направлений вот у юницкого в данной вот компании в такой юисты если вы со мной согласны что торопиться не нужно здесь нужно делать все основать ну идем очень уверенно таким шагом поэтому если вы согласны со мной поставьте плюсики чем больше тем лучше далее вот пример уже того что действительно еще один правитель эмирата посетил значит центр юисты спасибо за ваши плюсики вот это правитель раз альхайма посетился юской транспорт центр юская транспорта да вот это ну шар же значит его высочество шейх сауд бин сакр алькасиме член верховного советового и правителя раз альхайма это тоже мы все знаем дубая будаби возможно шаржу мы знаем но это вот еще один из семи эмиратов да значит он посетил он был еще с президентом американского университета шаржи вот и также лица отвечающие за объект ну и было видео увидели там была большая делегация вот конечно же вот антон дарыч тут представляете ну то есть все были представлены вот олега зарецкого представляет вот денис юницкий стоит сергей тараса вот таких вот видите все в костюмах все красивые вот но и в общем то такой идет на очень высоком уровне этот прием конечно же сам анатолий дарыч сделал скажем так было очень приятно конечно его высочество вот что анатолий дарыч сам провел увлекательную презентацию вот которую раздабатывает пристала обзор амбиций целей преимущества проекта который извлек из дальновидной и передовой среды серти парк ну вы видите вот значит шейх успешно тоже проехал в этом транспорте вот я вам немножко расскажу вообще про вот этот эмирад да возможно кто-то из вас не знает вот видите какой обе огромные желтенькие да вот дубая рядом прилетает но дубай все знают уже сколько-то и вот шаржа рядом шаржа есть еще один эмират внутри да а вот этот вот коричневый да скажем так это вот и есть вот этот вот эмират который находится рядом вот на границе с аманом вот тут ниже фуджера вот ну и аман с другой стороны ну я немножко почитал про этот эмират потому что я сам про него очень мало знал вот поэтому вам немножко расскажу вам тоже будет интересным и такие вот интересные новости значит раз алис хайма это самый северный эмират воевральских эмиратах расположены между живописными хаджарскими горами на востоке персидским заливом на западе данный эмират сложно чем-то выделить среди остальных эмиратов вот он занимает 4 место по площади население в двадцать первом году составлял всего 390 тысяч человек представляющих 390 тысяч вот и в основном они живут именно вот в северной части потому что здесь море и так далее а тут уже где пустыня там скажем так очень мало людей столица сам так и есть тоже город называется раз алихайма вот где проживает 90 процентов населения вот вторая южная часть почти без населения где всего несколько деревень составе брата входит также еще острова в персидском заливе вот интересные факты еще раз до название часто сокращают до аббревиатуры рак и даже в почтовых отделениях тоже так вот приходит письма либо посылки название переводится с арабского как мыс маленьких хижин вот так как называли так называли это побережье связи с развитым рыболовок рыболовством и обилием рыбацких деревень это самый молодой эмират в арабских эмиратах он образовался в 1909 году отделившись от шаржи и последним присоединился государства арабских эмиратов среди всех эмиратов раз алихайма самая плодородная почва благодаря осадкам ухаджарских гор и подземным горным источникам видите какой зеленый да красивый такой эмират хотя мы очень мало про него знаем да вот тут очень интересно почему же все-таки приезжал данный скажем так шейх вот и меня вот это вот очень удивило потому что в городе нет системы общественного транспорта автобусы ходят только в другие эмираты и в другие города и деревни раз алихайма то есть ну на юг туда ездить да то есть между междугородними внутри городов нету поэтому передвигаться можно либо только на личном транспорте либо на такси что бывает довольно-таки накладно для кошельков туристов и вот смотрите так как я много прочитал про вот этот вот эмират что он действительно очень заинтересован в туристах даже там у них был аэропорт но сейчас он не функционирует очень сильно подкосило конечно к вид вот поэтому сейчас прилетают либо в дубай естественно либо в шаржу там тоже есть аэропорт и оттуда 130 километров там написано вот допустим от дубая либо 85 из едут туда в да допустим эмират но и опять таки я говорю смотрите по на автобусе в жару не очень там комфортные сами вот вы осознайте что раз нет общественного транспорта значит наверняка раз он граничит шаржи то есть наверняка тут был не просто этот приезд вот делайте выводы сами но на таком высоком уровне просто так не приезжают как если вы со мной согласны поставьте восклицательные знаки вот и я думаю что мы будем обязательно следить за дальнейшим диалогом данных данного имя эмирата вот ну вот сам значит правитель шаржи и вот о правитель рассоле хайма и вот смотрите значит спасибо за сказать на знаки значит город на месте современного рассоле моих хайма назывался джул фар был основан армянами ну как как гласит историю убежавшими из персии от времена монгольского нашествия местные жители кормились рыболовством скотоводством немного сельским хозяйством и важным источником доходов была добыча добыча жемчуга кстати написано что там очень красивый кто любит заниматься дайвингом обязательно там надо быть кроме того там сита очень такой восхитительный очень круглый красивый жемчуг поэтому любителям жемчуга тоже можно туда приезжать и ну покупать или собирать не знаю там это все для для дайверов возможно ли не значит морское сражение в девятнадцатом веке произошло город джул фар был столице не только территории современного эмирата рассоле хайма но и земель эмирата шаржа то есть оказывается вот этот вот считайте эмират был единый да и вот он оказывается был и для шаржа и для этого было такой город джул фар 18 веке в регионе процветала пиратство и вот опять смотрите пиратский персидский залив называли пиратским берегом и династия аль-касиме правило всем персидским заливом и командовала пиратскими флотами то бишь рот аль-касиме а мы часто эту фамилию слышали и слышим и сейчас да и сейчас правит в рассолях ахайма и шаржи то есть это потомки пиратов вот такие вот интересные скажем так новости до которые для меня я тоже подчеркнул вот если вам интересно поставьте семерочки потому что ну вот мы все восхищаемся там фильмом до пираты карибского моря так далее а вот видите оказывается рот такой династия аль-касиме вот и оказывается вот они бы их предки были пиратами а вот сейчас они до представляете то есть это очень и очень интересно то есть характер у людей судя по предкам очень и очень серьезны вот вот такие вот интересные я вам на откопал данные вот ну что же произошло дальше в 1819 году была морская битва пресс аль-касима да в которой английский под практически полностью уничтожил пиратский флот вот арабов и также подвергся значит город атаки там был разграблен естественно ну вот ford да я и ныне популярная местность достопримечательность он и сейчас существует вот такого то он конечно туда ходят туристы и так далее там даже есть вот рядом горы как вы слышали даже называя есть там называется лестница в небо и чем она в общем то прим примечательно что она очень крутая и нету ограждения поэтому там скажем так слабый духом не пойдет но ничего это не делают никаких ограждений не стоит все как бы на твой страх риск ну и короче вот в 19 веке вот эти мир находились под угрозой еще забывание турками и в то же время заключили защитные договоры не весь великобритании в обмен на защиту арабам пришлось отказаться от пиратства видите вот такой был значит такое было решение и сразу ли хаймат договор был заключен 1829 году а 10 февраля 1972 года шейх сакр бин мухаммед аль-касиме подписал договор отступление эмирата раз аль-хайма состав государства битье на арабские эмираты что еще могу сказать что там нету нефти вот самое удивительное да и я тут думал 7 рад это вне в связи поэтому там написано в этой статье чтобы не встретить небоскребов там очень красиво очень хорошая природа там я говорю очень богатая почву по сравнению с теми что есть в этом самом допустим по сравнению с песками в шарже и в дубае и скажем так и в абу-даби да вот поэтому еще раз повторюсь там очень надеяться на туристический такой поток да кроме того там очень по сравнению с дубаем по сравнению там допустим с абу-даби очень сложно там допустим но не очень сложно есть проблемы там с бизнесом то здесь стопроцентное вообще освобождение от всего то есть ваш бизнес можете открывать именно там вам дадут все условия чтобы только вы открывали бизнес нас пожалуйста какой хотите видите и нет налогов нету никаких ограничений вот это тоже очень интересно вот такие дела так что туризм там должен быть развит соответственно раз до разум туризм значит нужно развивать транспорт раз нужно развивать транспорт и никто не будет обращать внимание на вот эти старые автобусы либо как говорится перспектива воздушных такси она есть но она скажем так наверное будет все таки более для богатых нежели все для простого человека да поэтому я думаю что все таки приезд и мир и мир данного раз альхаймы он неспроста вот такие вот интересные я вам рассказал новости про данный эмират вот ну вот шар же да вот мы прошлый раз алексей нам рассказывал про скажем так предположительные скажем так я взял картинки оттуда значит трассы которые планируются в шар же вот ну а статья называется как заказчик или это когда заказчик или эти архитектором транспортной системы преимущество транспортной системы вы знаете малая материала емкость низкие затраты низкие требования к землеиспользования высокая надежность долговечность безопасность высокая интеграция мастера структуру города и ландшафтов любых ландшафтных климатических условий а также важный параметр это длина пролета действительно вот смотрите какая вот тут вот расстояние примерно расстояние 288 метров как вот сейчас вот четвертая трасса сделалась да вот тоже такие вот вот это 25 местный юнибус он едет именно в шаржу вот на нем мы будем скажем так то есть с него начнутся испытания и вот я думаю что это очень важно потому что такие пролеты они позволяют вообще-то не перегружать вот ландшафт и вообще вписываться в любую архитектуру любого города значит одной стороны чем больше пролет тем лучше скажем так пролет потому что меньше промежуточных опор меньше затрат на приобретение земли и так далее с другой стороны при больших пролетов увеличивается нагрузки по собственному весу и при подвижного состава поэтому приходится увеличить количество и натяжение струнных деталей вот конструкции для уменьшения прогиба и собственно место где требуется массивные анкеры на и на опоры и более тяжелые путевые конструкции именно здесь технология демонстрирует гибкость то есть пожалуйста как хотите как нужно надо 288 сделаем 288 можем сократить до 144 можем сократить если будет скажем так скоростной транспорт тогда там 50 метров между опорами знаете в общем все все на любой вкус заказчика пожалуйста компания может отреагировать далее значит ориентируясь на требование заказчика особенности местной артистуры и ландшафта вот видите стоит мечеть и она в общем то в общем ну друг друга заполняет об это сказал что нету диссонанса да то есть вот тут транспорт движется тут мечеть и так далее да вот и значит юрист и предлагает строить транспортную систему не просто как часть городской инфраструктуры а как городскую достопримечательность либо украшения действительно трассы вы знаете могут и подсвечиваться трассы могут в общем то иметь разные вот опоры промежуточные и анкерные вот поэтому либо современные либо классический дизайн конструкции как вы видели вот в шарже мы там демонстрировали да уже сделаны анкерные опоры вот пассажиропоток размер пролетов все другое все создается в постоянном диалоге с заказчиком и в подтверждение этого давайте рассмотрим два наших центра ну вот первый конечно же это шаржа вот видите такая вот форма была выбрана вот она цвета очень красивая тогда когда пирасу вилла удивился очень вот инфидной смотрится очень красиво и опять-таки одно жалко что очень короткая трасса 800 метров а так все красиво здорово в одну и будем надеяться что это все будет продали продлено и мы будем свидетелями как уже скоро такой трассы который будет уже не 800 метров а как минимум 8 километров ну вот первая трасса номер один это представлена значит там расстояние между пролетами 100 и 200 метров вот и низкое напряжение струны компактной конструкции простота монтажа позволяет интегрировать такой транспорт и комплекс даже в густонаселенном городе дальше вот этого трасса которые про которые я вам рассказывал до номер четыре полу жесткая путевая конструкция пример того как мы предлагаем перевозить тяжеловесные грузы большой пассажиропоток на большие расстояния здесь расстояние пролета 144 метра 288 натяжение собственного веса путевой структуры не более 300 килограмм на погонный метр вот такой идет натяжение нагрузка такова нагрузка вот ну и вот этот ферма так называемая да то есть для уже скоростного транспорта демонстрируют это уже в мариной горке как вы знаете демонстрируют возможности к использованием нашего транспорта качество разного пассажирского промежуточная опора на расстоянии 50 метров шаг короткие пролеты жесткая фирменная конструкция обеспечивает минимальный прогиб при проезде транспортных средств и значительно высокую ровность пути и комфорт для пассажиров ну практически кто ездил вот на этом да на юнибусе мы помню с вами ездили действительно вот едешь ну ничем не отличает просто едешь как будто на на каком-то поезде смотришь вниз как будет там где-то по мосту летишь в общем такие ощущения у меня лично были ну пожалуйста хочешь это хочешь то хочешь 5 к 10 но вот визуализация данного анкерной опоры представлена тоже в этой статье густонаселенной городской местности это не просто анкерная опора это может быть бизнес-центр с магазинами офисами развлечениями отдых таким образом город приобретает не только пассажирский вокзал ну и коммерческую недвижимость такой симбиоз значительно экономит пространство в центре городской застройки и улучшает общую панораму города и мы как с вами как инвесторы мы с вами вот со всего вот это вот аренды и так далее тоже будем иметь скажем так ну компании будут получать прибыли соответственно мы с вами что мы тоже будем получать часть прибыли вот такие вот прекрасные здания могут быть построены детям в любой скажем так с любой архитектуры и так далее главная технология будет соблюдена а уже скажем так интерьер и экстерьер вообще фасады это уже скажем так на любой вкус 0 заказчика как вы хотите да вот так вот интересно вот такая тоже была картинка помню в одной статье тоже очень красивая да то есть такая башня красивая наверняка наверняку наверху там смотровая площадка возможно ресторан так далее а здесь пожалуйста вот приезжаешь здесь вот очень красиво гуляют люди вот видите опять вот этот вот форме алмаза то есть о чем на только что 36 градусов обзор люди ездят смотрят и ну просто фантастика мне уже просто вот очень хочется чтобы действительно построить я думаю что в эмиратах это все сделается очень быстро и как только все это пройдет в сертификацию вот это вот все потому что мы с вами уже шаги скажем так от в двух неделях до от перехода на 15 этапа все вот это вот скажем так пассажирский транспорт пожалуйста разные модели разные путевую структуру вот уже все готово поэтому очень и очень надеюсь что будет такая красота построенной и мы будем передвигаться из аэропорта и вообще из эмирата в эмират будут передвигаться вот на таком транспорте поэтому любители скажем так арабских эмиратов будут на скажем так наслаждаться вообще видом эмиратов красоты вот при этом в комфортно для себя условиях потому что очень прохладно спокойно быстро главное никаких пробок поэтому ребят здесь я хочу тоже увидеть от вас восклицательные знаки потому что я это все рисую в голове я просто знаю что это будет действительно уже ну ну скажем так ну в ближайшем скором будущем так что вот такие вот дела ну и еще были одни гости спасибо за восклицательные знаки итальянская торговая палата тоже посетила юска транспорт-центр да вот тоже анталь дарыч всю свою команду выстрел но соответственно с итальянской стороны тоже посетили значит то ли дарыч тоже с гордостью продемонстрировал гостям высокоскоростной флэш они там походили посмотрели вот скажем так линейный город тоже там были ну как одно скажем так одно с другим ну конечно же большое внимание к забить и даже с ребенком поехали вот наверно папа взял своего сына тоже это очень здорово когда вот наверное тоже ребенок был в восторге вот я думаю что дети вот не зря как говорится вот детям детей надо всегда слушать они всегда говорят и вот никогда не забуду когда мы с алексеем были в очереди стояли и наши вот саша и кирилл ну казалось бы боже мой сколько стоять стоять вот ну взрослые понятно но дети очень спокойно пережили эти два часа или два с половиной сколько мы там стояли в очередь что прокатиться вот и потом кирилл сказал я не уйду пока не по не познакомлюсь с дядей юницкий вот понимаете вот поэтому мне кажется я вам сейчас расскажу почему про этого ребенка обратил внимание вот но чуть 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 ниже так вот да очень понравилось это пробная поездка убедил убедились они в исключительности надежности невероятным комфорте вот этого электротранспорта на стальных колесах вот и конечно же остались очень довольны вот значит что написано делегаты высоко оценили приоритетом для итальянских гостей является создание современной экологически чистой эффективной инфраструктуры которая будет способствовать долгосрочному экономическому росту их страны и достижению цели устойчивого развития но вы знаете вся европа помешана на экологии вот и экологический транспорт от них что очень важно и вот так получилось что они конечно же тут вот написал глава этой делегации там даже письмо представлен такой наверное там хорошие слова написал большие вот но самое интересное значит где тут написано у меня дальше будет надо значит самое интересное почему игру при ребенка значит они настолько были впечатлены что вернулись команда вот видите вот данной организации была настолько поражена знакомства все искать транспорта я думаю что ребенок это тоже повлиял на это потому что наверно скопа потом или там вот но это круто и так далее ну конечно же дети могут повлиять но говорю сами они настолько были поражены тоже что фактически решила повторить свой визит прямо на следующий день для более обстоятельных переговоров с анатоли эдуардович министским и сегодня воодушевленные итальянцы вернулись домой начав активно продвигать решение юскаев в своей стране вот такие дела то есть приехали скажем так посмотреть варежку похлопать варежкой да оказалось что ага вот это да и очень здорово и поэтому вернулись и уже обстоятельно поговорили что как чего и так далее вот такие дела десяточки здесь от вас я хочу увидеть вот ну вот такие вот новости и сегодня в конце еще до пришло вот такое сообщение от евгения кудряшова to the intention of the partners and investors то есть внимание у всех партнеров и инвесторов значит там нашем кабинете это буквально вот уже я выставлял в презентацию вот и поэтому я частично сократил потому что каждый из вас активный партнер инвестор и так далее конечно же перечитает еще раз в своем кабинете но в суть в том что уважаемые партнеры в интернете была свита опубликована информация о скором старте 15 завершающего этапа развитие проекта струны транспорта технологий который позволяет сохранить сократить сохранить ресурсы планеты земля решить транспортные проблемы современности лучше жизнь обычных людей глобальном масштабе и мы это доказали все вместе на протяжении развития проекта струнного транспорта сексуально венчурной системы skyward комьюнити мы сталкивались с системным противодействием определенных сил эти очень много этих сил противодействующих да они препятствовали развитию технологии посредством информационных атак основанных на выдвижении ложных обвинений которые не имеют юридической силы сейчас мы на финишной прямой на завершающем 15 связи с этим противодействие значительно усилилась нас есть определенные данные которые вот евгений хочет донести до партнер цель этих действий задержать неизбежную реализацию проектов юисты мы убедительно просим партнеров быть особо бдительными сейчас не предлагайте для поддержки для поддержки проекты других компаний которые могут быть использованы в качестве инструмента обвинения вас и рычаг рычага воздействия на skyward комьюнити помните в ходе работы со сторонним проектами вы не только несете полно ответственность за свои действия но и ставите под удар реализация технологии струнного транспорта глобальном масштабе действительно нам сколько раз уже говорили что никакой отсебятины и так далее ну вот видите сейчас просят также не параллелить там на другие проекты чтобы где-то чего-то не очернить что потом не привязалась это что вот млм и так далее ну статье там вы еще больше прочитаете вот и заключение евгений говорит мы верим что вместе можем развивать абсолютно экологичные безопасные технологии и средства производства транспорта промышленности научно доказано что благодаря технологии струнного транспорта других проектов которые реализуются при нашей с вами поддержки на земле смогут жить без ущерба планете земля ближайшие 150 лет более 70 миллиардов человек через объединенные усилия мы с вами строим тот мир которым хотим жить с уважением генеральный директор skyward комьюнити евгений кудряшов вот да приятно что мы все были в команде вот латинский рынок держим флаги все потому что вы знаете у меня очень большая структура получилось благодаря моим сестричкам ольги и натальи вот они держат тут и вот эльмер с нами тут уже наш друг тоже вот это активный очень человек который вот ну и евгений с алексеем тоже активно помогают нам не развивать данный рынок ну что вот такая вот такое обращение евгения кудряшова я хочу сказать что вода камень точит я смотрю сколько сделано антолий эдуардовичем сколько сделано кб конструкторским бюро и сколько вообще ну практически на любой скажем так на любой вопрос все есть ответы и поэтому мы с вами движемся вот видите какие красивые анкерный опор о чем мы с вами только что рассказали до нас все больше и больше не только скажем так инвесторов но и партнеров которые действительно очень четко осознают всю серьезность данного проекта поэтому я думаю что мы с вами очень и очень скажем так горды тем что мы здесь и конечно же никто не хочет совершать каких-то таких ошибок поэтому ну все равно надо быть более внимательны ну и в конце как всегда друзья юскай запускай и он уже действительно движется и как говорится ничто нас не остановит вижу цель не вижу препятствий вот у меня все благодарю алексей надеюсь с нами здесь выходи ну вот дорогие друзья вот такие вот дела если какие то вопросы пишите привет привет приветствую алексей включи микрофон раз-два-три как слышно хорошо слышно да всем добрый вечер ну что можно сказать красивые фотографии красивый мне понравился этот высокая такая как это станция которая сверху такой площадочка все футуристично но и вообще идея интересная да что все дороги должны быть как произведение искусства то есть мы привыкли допустим город там дома ну дома как бы ну был был период времени когда они были все круче хрущевки да ничего особенного но в принципе ну вообще как архитектура она раньше ну и сейчас на возвращается должны дома быть красивыми вот идея чтобы были еще красивыми и дороги вот но это интересная идея то есть получается что все дороги как как некое произведение искусства как как памятник как вот такой вот ну да есть такое выражение что архитектура это застывшая музыка вот поэтому хочется действительно не все растяжить вот это вот в хрущевках да вот сейчас конечно улучшение идет но я говорю такие вот футуристические здания красивые действительно что даже если это будут такие вот станции я думаю что это будет просто фантастично когда ты сможешь приезжать не на машине в этой пробке да когда ты будешь приезжать станции подниматься на такую площадку возможно там какой-то ресторанчик есть какие-то вот магазины это будет все очень красиво и конечно же вот это вот скоро что не тратит время на пробки да то есть вот это вот транспорт 2 уровня но здорово все движется я говорю мне вот очень радостная эта идея что шейхи все начинают сижаться вот мы уже говорили о том что его куда бы было без встречи прошло там далее больше вот в дубае были встречи но в шарже это понятно все это вот сейчас вот ведь еще один эмират скажем так обратился эмир обратился контроль эдуардович его за скажем так консультации такой то есть встреча была на высшем уровне проведена но это но меня например это очень радует и конечно же уже вкладывать деньги конечно же будет красиво вот эти вот анкерные опоры промежуточные опоры красивые сама дорога будет красивой и конечно же над наш транспорт тоже замечательно ну и кстати мы даже вот видим примеры в мариной горке там пять раз вот и они совершенно и те которые начали строить дубаи в эмиратах то есть они совершенно другие вот и получается что каждая дорога да это как такое вот искусство произведение искусства будет очень красиво вот и еще наверно сказать про предложение то есть переходом на 15 этап вот сейчас действует ряд фишек бонусов вот которые там досрочное закрытие там либо приглашение еще кого-то вот и сейчас да сейчас закрытие есть многие хотят закрыть свои рассрочки потому что дается скажем так плюс 50 процентов долей до либо плюс 30 процентов долей до 500 там допустим была рассрочка долларов вот поэтому до обратите внимание я хотела включить ну скажем так я думаю что люди знают который у нас присутствует 10 или уже говорил об этом вот и стоит еще раз повторить что да многие уже я знаю что хотят закрыть рассрочку вот у меня уже с моей структуры лично два человека закрыли еще хотят там делать так что я кстати тоже за клубочки рассрочку поэтому все хорошо ну там серьезно прибавка то есть если даже 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 дискорда пляж 90 у кого там фейса за фьючер вот и там допустим полмиллиона там да а вообще 650 вместо 500 получается там 450 что-то получается 650 и что-то очень здорово пересмотрите ваш или что планируешь закрыть да у меня там еще много я не справлюсь только начал мы тебе поможем скинемся да да ну предложение хорошая да ну конечно если только начал платить конечно это скажем так тяжеловато да это вот тоже на завершающем этапе вот они например наша вот она ей осталось две рассрочки вот как раз и она вот мы сегодня с ней об этом говорили что она очень хочет чтобы это все скажем так все все сложилось ну вот такие дела далее да какая как ты уже лик сказал мы в апреле будем не каждую неделю будем через неделю встречаться вот и следующая на встрече будет 10 10 апреля до 3 10 10 потом 24 ну и параллельно еще будет введена формат авто вебинаров ну как бы в апреле у нас бы две живые встречи вот и постепенно будут еще происходить такие записи авто вебинаров то есть это будет уже как дополнительная такая опция вот на нее чуть позже то в кабинетах мы все увидим ну да да компания ищет новые пути вот продвижение вот поэтому не скажем так понимаем что сейчас идет концу хотят все сейчас очень серьезная задача общество еда нужно собирать по 400 новых регистраций в день во всем мире ну вот то есть беларуси 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 должно быть 390 чтобы 15 этап успешно развивать уж на 15 это большие планы соответственно усилия усиливаю я думаю у нас будет очень много новостей вот несмотря на то что будет два вебинара но будущего авто вебинары я говорю что конечно же я думаю что обязательно мы будем так по час узнать все больше и больше может быть каких-то новых таких радостных новостей поэтому то еще раз обращаю внимание евгений кудышов сказал что ребят будьте очень внимательны осторожны вот и не не подставляйте скажем не подставляйте компанию поэтому на будем будем следить но такие дела какие вопросы если есть вот может еще что-то хочешь добавить вроде все да опять таки меня сегодня они тоже спрашивала насколько там наши проекта с трассой рыбака не знаешь ты новости какие нет ну сейчас скажем так начинает резко теплеть хотя сказали будут похолодание опять да ну скажем так в апреле будем уже скажем так лишь тебя просить чтобы ты вовсе к десятому числу просветил нас на каком там уровне все это хорошо 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 дорогие друзья спасибо вам большое за ваше присутствие вот да и мы очень рады что мы с вами встречаемся вот и будем надеяться чтобы десятому числу будет тоже интересные события вот также напоминаю что экофест будет в этом году дважды до один будет мариной горке а другой будет в шарже в 8 мариной горке скорее всего будет летом вот так что тоже имейте ввиду но так как мы скажем так с лёшей тоже планируем все-таки если какие-то инициативы будут дали все таки мы хотим на трассе рыбака побывать и конечно же на я думаю нас группа обязательно соберется поэтому тоже следите за новостями на сегодня все спасибо огромное пока пока всем пока пока спасибо лик за презентации